weapon rigging. Кроме перечисленных выше модулей ригов, повысить наносимый урон и другие характеристики орудий поможет изучение навыков, список которых вы найдете в таблице. Не забывайте читать описание бонусов кораблей. Увеличить урон или уменьшить требования для установки вооружения можно и прокачкой напрямую не относящихся к вооружению навыков. Ракетные установки являются вторым основным видом вооружений в игре и главным для расы колдарь, хотя встречаются и на некоторых кораблях других наций. Как и баллистические орудия, они не требуют расхода капа на выстрел, шанс попадания по цели не зависит от угловой скорости и расстояния до нее, если корабль противника находится в пределах дальности полета ракет. Это значит, что ракеты всегда попадают по цели, наносимые ими повреждения стабильны и критическими не бывают, в отличие от турелей, дамаг которых меняется с расстояния. Из минусов ракетного вида вооружения можно выделить долгое время полета и отложенный урон по сравнению с турелями, которые наносят дамаг в момент выстрела, а также более низкую скорострельность по сравнению с пушками. Более подробно с механикой нанесения урона вы можете познакомиться в ролике, ссылку на который найдете в описании. А я хочу остановиться на видах ракет и ракетных установок, обилие которых сбивает мячков с толку. Каждая пусковая установка может быть заряжена лишь ограниченным видом ракет, указанного в характеристиках. Многие из лаунчеров, кроме типичного для их размера варианта ракеты, умеют запускать противоракеты или ракеты с системы распознавания свой-чужой. Противоракет существует всего два варианта и они отличаются только размером пусковой установки, в которую могут быть заряжены. В случае появления на горизонте летящих в вашу сторону ракет противника, активируйте пуск противоракет и они сами, без необходимости захвата цели, найдут что можно сбить. Учтите, что в случае крупных целей может потребоваться несколько залпов противоракет, чтобы их уничтожить. Также немаловажным является большое расстояние до вашей цели, чтобы успеть дать несколько залпов. Пусковая установка с противоракетами будет продолжать производить залпы до тех пор, пока не останется целей или она не разрядится и ее потребуется активировать снова. Также у вас есть возможность, чтобы вы не сможете, чтобы вы не сможете, чтобы вы не сможете